В спорткомплексе Мещерский завершились матчи очередного тура чемпионата Нижегородской области по мини-футболу среди коллективов Премьер-лиги. В первом матче игрового дня на паркете сошлись команды Трент и Вертекс. В дебюте игры голом отметился Андрей Объедалин, а затем Артем Андрианов с линии штрафной площади удвоил результат на табло. Максим Игнатьев, оказавшись на правом краю площадки, мощно выстрелил под перекладину. Андрианов увеличил отрыв, а затем гости пропустили весьма курьезный гол. Интересно выдался следующий гол. Местренко перехватил снаряд и вместе с Игнатьевым ринулся через все поле. Как ни пытался игрок Вертекса помешать сопернику, Мещерский достиг своей цели. Коллектив Андрея Гоихмана еще трижды отпраздновал успех, вернув интригу в матче. Сначала Рашид Камалединов ассистировал Гоихману, и тот не оставил голкипера соперника ни единого шанса на спасение. А позднее этот же тандем вновь потревожил оборону Тренда. Пятый мяч на счету Камалединова, но восстановить статус-кво Вертексу помешали защитники в синих футболках. В итоге победа Тренда 6-5. В другом поединке РМС встречался с волной ФФК. Все три мяча были забиты в первой половине игры, хотя моментов для взятия ворот было предостаточно во втором отрезке встречи. Счет на табло распечатал Станислав Павлов. А затем Юрий Жемчик, отобравший мяч в центре поля, метнулся по левому краю и отдал точный диагональный пас Александру Милешину. Хозяева отыграли один мяч усилиями Ивана Крупнова, но больше строителей в этот день отличиться, увы, не смогли. Владимир Родионов четко охранял свои владения и вовремя нейтрализовывал угрозу своих ворот. Подзанной встречи ближе к успеху были представители РМС, но Антон Симский, Александр Воронов и Евгений Баханов свои моменты так и не использовали. Редактор субтитров А.Семкин